Всем привет! Это пятое видео и серию видео по сравнению квартир в ЖК Нагорный и ЖК Высота. Сегодня я сравниваю двухкомнатные квартиры самого маленького размера, какие только я смог найти на их сайтах. Поехали! Вообще, надо сразу сказать, что сравнение получится не очень корректное, потому что разница в квадратных метрах очень большая. Но, тем не менее, я искал самую маленькую двушку в Нагорном и самую маленькую в ЖК Высота. Получилось, что в Нагорном это 88,5 квадратных метров, а в ЖК Высота это 60 квадратных метров. Разница аж в целых 28 квадратных метров. Но, тем не менее, буду сравнивать то, что есть. Итак, поехали! Первое, что бросается в глаза, это количество окон. Опять ЖК Нагорный поскупился на окна. Ну или наоборот, ЖК Высота не пожадничала. И наваляло аж целых 5 штук. В Нагорном всего-навсего 3. Начну с прихожей, как обычно. В ЖК Нагорном это прихожая большого, правильного размера. Сюда поместится большой шкаф. Сюда поместится хорошая нарядная консоль. И даже отдельно стоящее кресло, где можно будет садиться и снимать, обувать обувь. Ну или просто кого-то ждать. Короче говоря, это хорошее, большая, 9-метровое, нарядное пространство. В ЖК Высота это всего лишь навсего 8 квадратных метров. Плюс гардероб 3. Но, надо сказать, что этот самый гардероб вполне удачно здесь расположился. Немножко с краю. И мы можем поставить либо шкаф, либо оформить гардероб. Но, это отдельно стоящий шкаф полноценный и рядом узкий, например, для обуви. Сейчас кухня столовая. В Нагорном это 25-метровая комната, в которую, в принципе, все нормально помещается. Кухонный гарнитур, стол, диванная группа. Но, есть одно но. Это окно в торце комнаты. А это значит, другая половина комнаты будет, ну, как бы немножко в тени. А вот в ЖК Высота здесь аж целых 3 окна. Это значит, света будет много. И это здорово, я лично так считаю. Но, зато по квадратным метрам ЖК Высота очень сильно проигрывает. Здесь всего лишь навсего 18. И, конечно, здесь так свободно уже не расположить предметы мебели. Здесь получится поставить небольшой кухонный гарнитур, небольшой стол и один диван с небольшим телевизором. Но, если эта квартира предназначается, допустим, для молодой, так сказать, начинающей свой жизненный путь пары или одного человека, то вполне себе подходит. А вот квартира в Нагорном двухкомнатная отлично подойдет для семьи с одним или даже двумя детьми. Почему? Да потому что в Нагорном можно организовать мастер-спальню. Вот таким образом. Это кровать, это гардероб и это ванная комната. И все это за одной дверью. А вот в ЖК Высота в этой двухкомнатной квартире такого счастья у вас не будет. Это две отдельные комнаты, которые невозможно превратить в мастер-спальню. В ЖК Нагорный есть две ванные комнаты. Одна размером 5,5 квадратных метров и вторая это 3,2 квадратных метра. А в ЖК Высота всего-навсего один санузел общей площадью 4 квадратных метров. Все бы ничего, но возникнет вопрос, а куда поставить стиральную машину. Здесь просто некуда. Вы будете вынуждены забивать ее как-то в угол, либо переносить в какое-то другое место. А другого места, собственно, в квартире нет. Поэтому придется мериться с этой красотой, так сказать, инженерной мыслью, бытовой техникой. Не знаю, короче говоря, как это обозвать. Но, в общем, вот это страшилище, которое стиральная машина, безусловно, она нужна. Но, с точки зрения дизайна, это совершенно ненужная вещь, которая будет портить внешний вид. А вот в Нагорном, в этой квартире есть куда спрятать. Ну, я же говорил, что сравнение получится не очень, чтобы корректное, потому что разница в квадратных метрах очень большая. Но из этого можно вывод сделать какой. Если у вас семья, вы живете с детьми, то вам подойдет Нагорный. А если вы молодая семья, у вас еще нет детей, или вы вообще один живете, то вам подойдет квартира в высота. Потому что одну комнату можно запросто превратить, например, в кабинет или в гостевую. Гости остались с ночевой. Вот надо где-то их разместить. Пожалуйста. Ребята, напишите в комментариях, какая из этих двух квартир вам больше подходит чисто по вашему образу жизни. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. Да пребудет с вами муза.